добрый день дорогие мои друзья сегодня мы с вами продолжаем разговор о фигурке с выступом живота и предыдущие видео нас подготовили к тому как построить выкройку какие особенности влияют на правильную выкройку для фигурки с выступом живота а сегодня мы поговорим о том какие же платья какие фасоны какие элементы подходят больше всего скрадывают выступ живота и делают нашу фигурку привлекательной сначала посмотрим на те примеры которые нам предлагает пинтерест ну и вообще интернет я конечно очень много рылась пытаясь подобрать вам для демонстрации то что мне как ну человеку с огромным опытом в работе с одеждами с разными фигурами казалось бы правильным и чтобы наглядно был пример у вас того что нужно делать но к сожалению идеальных вариантов я так найти не смогла потому что если задаешь вопрос фигура с выступом живота одежда для полных или еще что-то начинают показывать вот примерно то что вы видите сейчас на экране посмотрите что здесь мне кажется неправильным во первых этот животик явно выпячивается и делается очень явным и очень заметным за счет чего это происходит это происходит прежде всего за счет того что сразу под грудью предлагается в таки для таких фигур какие-то поясочки какие-то затяжники какие какое-то приталивание и на большом контрасте узкого места животик кажется еще больше чем он есть на самом деле понимаете то есть вот да это примеры девочек в положении девочек животика так сказать беременного но ведь у нас есть не просто беременные девочки у нас есть женщины молодые не очень молодые у которых просто-напросто появился вот этот самый животик у которых грудь в профиль выглядит меньше чем выступ живота им совсем даже не хочется увеличивать этот живот так зачем же спрашивается вот так демонстративно обозначать не существующую уже на этот момент линию талии у беременных да когда грудь сама по себе дальше узкое место а потом идет вот этот животик и на мой взгляд вот эта история мне кажется очень неудачной поэтому будем отталкиваться от того что мы не будем это все делать вот этот вариант уже лучше да здесь мы тоже видим что под грудью сразу есть какой-то какое-то обозначение линии талии и потом уже идет на животик но здесь за счет того что платье это сделано очень длинным а девочка все-таки такая худенькая мы видим визуально наш пресловутый вытянутый прямоугольничек когда мы сумели создать с форму своей одежды в виде вот такого вытянутого прямоугольника мы сразу кажемся немножко уже и немножко выше то есть вот в таком покрое на животик уже не будет так явно выпячиваться и не будет так демонстративно показываться потому что от внимание от него от него отвлекается за счет вот этого голубого платья за счет его длины прежде всего здесь плюсом работает очень хорошо длина и этот вариант уже лучше ну что еще мне удалось найти из того что мне нравится конечно это прежде всего та картинка которую мы видим справа я уже показывала вам как смоделировать такую вещь может быть придет время я попробую сшить вот эти складочки что здесь является самым трудным мы это с вами сделаем и посмотрим а пока снова повторюсь значит в таком варианте когда у нас не проявлена линия талии когда от груди мягко не спадают какие-то защипы какие-то складочки какие-то фалдочки небольшие да как например посмотрите в голубом платье да и вот здесь уже да он будет этот животик но не будет на него обращаться такого внимания как было это на предыдущих слайдах потому что потому что нет контраста между тонкой талией и выпуклым животом потому что это место на фигурке проходится очень спокойно не подчеркивается область под грудью и на голубом платье мне еще очень нравится то что оно немножко идет зауженное к низу вы видите что это мягкий трикотаж достаточно да к сожалению я не нашла ничего подобного на более полную фигурку но если ваша фигурка будет более полной а животик будет чуть больше чем представлен на этой барышни в голубом вы все равно будете выглядеть выигрышно потому что большой массы создаваться не будет будет все очень чистенько очень аккуратненько посмотрите однотонный цвет обыграйте это аксессуарами возьмите какую-то сумочку оденьте какие-то туфельки окружку украшения подчеркните да отвлеките внимание от этой проблемной зоны и будет вам как говорится счастье молоденькая девочка в серединке здесь этот элемент повторен то же самое защипы то же самое не идут выше начинаются выше линии груди и спокойно сходятся к животу то же самое я не буду повторяться не подчеркнуто и область животика смотрите она очень спокойная на ней небольшие складочки то есть это часть она в одежде она не будет привлекать единственное что я хочу сказать для полненьких людей вот такое раскрешение внизу не очень будет хорошо потому что и так большая ширина вверху если вы еще увеличите эту ширину и внизу это только сделает вас шире масса вырастет поэтому для хорошо вот этот вариант для худеньких с выступом животика для беременных немножко но для полненьких с выступом живота это уже не очень хорошо но и правый вариант это конечно у нас успех 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 здесь мягкая ткань в отличие от зеленого платья в серединке да она видимо штапель какой-то вискоза какая-то она не спадает с кладками и большая ширина внизу она не кажется нам такой большой как если бы это было сделано из ткани хлопковой из какой-то формоустойчивой джинсовой не дай бог ткани то есть вот такая вот интересная история получается здесь то есть ткань тоже влияет на то какой фасон нам шить будет эта ткань убирать лишний объем или не будет или не будет она этого делать вот такие две идеи если вы молоды ну и не важно что вы полненькие посмотрите здесь предлагаются открытые довольно открытый вырез горловинки когда человек поправился у него как правило очень долго сохраняется красивое декольте красивая область шеи переходящего в это декольте почему не показать посмотрите на правом платьице это очевидно широкая резинка рукав реглан длинные рукавчики и здесь вот в этих вот мягких красивых складках конечно спрячется весь наш лишний объем в области животика да что мне нравится в левом платьице однотонном мне нравится что она однотонная мне нравится что она имеет вот такую глубокую встречную складку посерединке потому что она будет вытягивать наши полненькие формы да единственное что я бы сюда добавила я бы добавила на грудную вытачку из боковых швов для того чтобы она была увеличена как я уже вам рассказывала да для того чтобы она развернула наше платьице по животику и вот это складка так широко на нем не расходилась потому что только если это сделать без нагрудных вытачек как сшито вот это платье что у нас сейчас да это непременно на фигурке с животиком вздернется перед вздернется зад снизу провиснет и будет сами понимаете что как у всех и как всегда нам не нужно такие платья носить поэтому вариант замечательный но добавляйте большой раствор на грудной вытачки чтобы он ведь учитывал ваш баланс чтобы платьишко не вздергивалась на животике не провисала сзади а выглядело очень деликатно и эффектно это будет очень красивая элегантная достаточно спокойно изделие будет вам нравится как ни странно вот это платье мне очень понравилось для такой фигурки почему смотрите оно какое легкий прямой или чутьеобразный силуэт мягкая какая-то тяжелая ткань и большой открытый акцент на рукавчики посмотрите когда вы сделали яркий акцент на рукава причем такая форма рукавчиков она вытягивает вас она вот эти фалды видно что ткань тяжелая акцент на рукава убирает внимание от животика и посмотрите какое чистое спокойное может быть у вас изделие да здесь короткое для молодой девушки сделайте немножко по длине закройте чуть-чуть коленочку и будет ничуть не хуже то есть вот такая спокойная форма для животика для фигурки с выступающим животом наметившимся не обязательно беременной тоже будет весьма деликатно и весьма удачно без всяких переборов и каких-то надуманных акцентов здесь простенькие фасоны но все они примерно одного такого склада идет вертикальная линия по центру в виде встречной вот такой складки не обязательно она должна расходиться если еще раз повторяю если платье сделано правильным то она не будет расходиться вот эта встречная складка на животе посмотрите у всех у них у этих четырех моделей есть кокетка по линии груди не ниже груди а именно по груди в эту кокетку спрятан можно спрятать замечательно большой нужный нам раствор на грудной вытачки а дальше уже свое платьишко строить вот именно так прямой силуэт со складочкой по центру она будет вертикальную линию создавать без складочки по центру слегка зауженная к низу можно сделать как вот на сервисе в среднем платьице конечно не нашла опять фигурки попал попал пополнее но сам элемент идея вот этого платья я думаю что вам очень-очень нам очень-очень подойдет если мы говорим о фигурки с выступом животика это платьице я вам уже показывала повторяюсь вот этот элемент да тоже очень правильный очень и яркий контрастный что он делает он создает вертикальную линию яркую делает платье достаточно широкое свободно не выявляется здесь не грудь не выявляется в нем ни животик длиной можете играть можете варьировать этой длиной опять добавляйте хорошую на грудную выточку и спокойно из любой ткани шейте платье которая слева и примерно такой же такая же идея у платья которая справа но здесь вот девочка показала что у нее есть животик но если бы она руку под животик не положила мы бы об этом даже не догадывались посмотрите какое тоже интересное решение правое платьице она просто создает вытянутый прямоугольник за счет того что у него нет рукавчиков плечевой пояс у него не расширен то есть изделие без рукавов да и она достаточно такой скромной длины коленочка правда чуть открыта но ничего вот этот яркий вот эти бейки вертикальный этот бантик который все это завершает очень деликатно и хорошо смотрятся и в общем-то является очень яркими хорошими акцентами для того чтобы отвлекать внимание от нашего животика но и не устану повторять плюс наличие хорошей на грудной выточки которая будет выходить из бокового шва вот этот вариант мне тоже нравится конечно опять же за счет того что комбинезон чеки яркий яркий вертикальный явно читается вытянутый прямоугольник потому что этот вот этот нагрудничек какой-то передничек да эти брючки высокие которые переходят там это комбинезон можно чуть брючки сделать пошире не обязательно надевать эти кроссовки можно сделать такой комбинезон просто комбинезон с брючками с нормальными с нормальной обувью с хорошей обуви не такие узкие брючки делать то есть идея комбинезона как вытянутого как идея вытянутого прямоугольника который идет от плечиков почти до самого низа она замечательным образом сработает и сделает ваш образ очень интересным и очень стильным сделайте эту версию из какой-то из тяжелой какой-то ткани да похоже на шелк и или вискозу хорошую не мнущуюся с синтетики с добавками синтетики и тоже будет очень интересно и будет очень привлекательно хотя идеальной такой модели чтобы конкретно показывала то что я хочу повторюсь найти я никак не сумела вот еще какие идеи слева посмотрите платье плюс какое-то как я называю летнее пальто да легкая вот такой вот жакет длинный длиной в платье опять же все свободное никаких акцентов нет ни в области живота ни в чем и левая платьице платье этот комплект и правый и средний комплект они создают вот такую общую вертикальную линию и внимание от вашего животика отвлечется то есть не надо делать коротких жакетов и носить их поверх платья прямого свободного делайте эти жакеты жакеты в одним в один ровень со своим платьем и тогда ваш животик совершенно не будет заметен потому что он скроется вот за таким вот за такими длинными вертикальными линиями вертикальными акцентами опять же в обеих случаях создается совершенно замечательный вытянутый прямоугольничек ну и как не забавно вам будет слышать я тоже считаю что вот это правое крайнее платьице оно будет совершенно замечательно если ваша фигурка будет полненькая если у нас наметится хорошенький животик если вы не будете это все обтягивать и форму вашего платья заузите немножко книзу здесь акценты это на рукава посмотрите какие эффектные красивые рукава и ваши рукавчики они отвлекут на себя внимание все остальное будет пройдено тихо и спокойно по вашему телу и никто не обратит внимание на ваш животик тоже мне нравится вот эта идея хотя полненькой девочки найти не смогла но и самая любимая модель это конечно та что справа а почему нет если вы молоды если даже вы не очень молоды сделайте примерно что-то такое сделайте сделайте хорошую вытачку вот это вот фалдочки под грудью они заполнят ваш животик заполнит их и будет замечательно красиво сделайте побольше вырез откройте немножко при оденьте шляпу в конце концов посмотрите как это будет оригинально как будет это красиво как это будет интересно и еще по цвету как хорошо черное темно-голубое какое-то серо-голубое и белое очень все красиво пожалуйста вот это моя любимая модель мой любимый фасон и мне очень хочется чтобы вы выглядели так привлекательно смело немножко креативно но очень элегантно очень эффектно если даже у вас появился животик вот эта модель и скроет наш животик и подаст вас в самом наилучшем свете ну а то что в полоску оно хорошее и мне тоже оно очень нравится но у него нет вот этой самой нагрудной вытачки из бокового шва и наша блуза или туника она вздергивается на животике и фалдочки от животика ломаются идут вниз и этим самым животик явно-явно она выпячивается и обозначается то есть если ее скроить немножко иначе то получится все совершенно замечательно вот то немногое что хотелось мне сегодня вам рассказать всего вам доброго всем добра тепла и здоровья всегда ваша Галина Коломейко до новых встреч субтитов